Итак, новый J-Sync Tech Tips Как я говорил в прошлом выпуске про процессор идея в том, что надо точнее, что я хочу купить железо так, чтобы его не нужно было обновлять как можно дольше в идеале вообще никогда потому что это не реалистично, но поэтому будем все-таки на как можно дольше ориентироваться вот процессор по этому делу я купил я уже рассказывал, что я его приобрел по приемлемой с моей точки зрения о цене теперь остался последний компонент, который как можно дольше хочется не обновлять это видеокарта да, да, я знаю, что тема больная для многих и вообще в современных условиях это очень сложно купить видеокарту, как оказалось но, но, я сегодня таки это сделал и видеокарта была куплена опять же опять же я сейчас ее продемонстрирую ну, необходимо все время держать в мысли о том, что я ее купил для того, чтобы ну, в идеале не покупать видеокарту больше никогда сколько еще более мощная видеокарта может понравиться я просто не знаю про цену про цену видеокарты мы поговорим потом в конце отдельно для начала давайте просто насладимся анбоксингом потому что я ее еще тоже я ее не открывал еще сам поэтому без лишних слов, которых уже так было сказано много собственно вот она GeForce RTX 3080 Ti я знаю, что если вы пойдете посмотрите обзоры на 3080 Ti то там будет много отзывов в стиле, что в общем ужасная видеокарта совершенно наглый MoneyGrab с точки зрения NVIDIA и вообще производительность недостаточная ну, опять же это все это все контекстное я посчитал, что для меня это будет оптимальный вариант поскольку более 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 фьючер-пруф то, что то, что я хотел я знаю, что некоторые мне нравится Ventus но дело в том, что как бы я уже говорю я не хочу гейминг и геймерское а здесь это просто здесь самое интересное это что здесь гейминг как ни странно и где толком не упоминается я понимаю, что в это сложно поверить но на упаковке его его не форсят вот как можно видеть всего то, что ну да там трипл фан там core pipe dragon center дрянь конечно но получше, чем некоторые других производителей гейминга здесь гейминга нет нигде это это просто 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 видеокарта как ни странно насколько может быть сложно выпустить продукт, который будет просто видеокартой а не геймингом без rgb дизайн без rgb дизайн тоже дорогого стоит в современных условиях ну да здесь много это все что это один год гарантии у нас есть на эту видеокарту смотреть снаружи здесь нечего что я еще не открывал поэтому будем открывать вместе гарантии это гарантия гарантии гарантии валют только в japan я как-нибудь напишу про эту гарантию потом так вы хотите вот так так сейчас будем долго долго отбоксить будем да как можно дольше какой конверт шикарный причем не было запечатано сами видели в нем у нас есть MSI installation guide graphics card support bracket а у нас есть support bracket да есть установите видеокарту установите bracket закрутите отличный мануал зачем мне ну окей ладно быстрая инструкция по она очень быстрая я смотрю очень 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 быстрая инструкция что она аж не влазит здесь на русском есть комплектация видеокарта руководство пользователя все необходимые инструменты отвертка с крестовым наконечником с помощью этого инструмента может будет провести все операции по установке продукта будет удобнее если наконечник намагничен это non-region specific что называется здесь все сразу все языки сразу здесь а японский есть самое главное что есть японский можно продавать замечательный брекет для крепления видеокарт у нас есть здесь резиночка ну и сам сам брекет он металлический полностью с логотипом мси да собственно мси еще частично потому что у меня же это как мамка мси главное главное блюдо вау здесь есть чьи-то следы уже кто-то 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 лапал не знаю может сборщики что ли комплектаторы видеокарты за последнее время прибавили прибавили в весе мягко говоря я когда покупал имеющиеся у меня gtx 908 думал что это большая видеокарта оказалось что нет я это сейчас поставлю сравнение размера ставлю когда буду их вытаскивать и менять очень тяжелая вещь все предельно просто у нас есть металлический бэкплейт при том что памяти на этой стороне нету ну мси предпочла ее оставить бэкплейтом все равно да собственно из из разъемов у нас есть hdmi дисплейпорт дисплейпорт и дисплейпорт никаких фэнси usb type-c у нас нет еще у нас есть решетка для выхлопа воздуха всего два всего два разъема 8-пиновых что не очень распространено на современных видеокартах особенно вот такого класса где таких разъемов три ну опять же да разгонять мы это не будем и это кстати да это не разогненная видеокарта это это как раз со стоковыми частотами вот я хочу сказать что про про систему охлаждения столько столько охлаждения вот и думаю что там там видно мы мы дошли до того этапа когда система охлаждения охлаждения уже уже три слота занимает это трехслотовая система охлаждения все нормально да я думаю это rgb да это это для это для вентиляторов однозначно только просто если же три вот рослинг просто вот провода для вентиляторов React все термируи платько чипы памяти все термина про умолы Это просто, просто видеокарта. Это 38Ti, ну просто, вообще вот предельно. Это настолько просто, как это можно. Здесь нет никаких разгонов, никаких перечетелей биосов нет, никаких RGB нет, ничего нет. Это просто видеокарта, которая просто работает. Как это примерно должно быть? То есть я это... Что это будет стоять? Здесь корпус, если я вот это... А, это как-то вот так вот должно будет поддерживаться. Потому что поскольку я не геймер, но иногда геймлю, то мне такое наиболее оптимальное, я так посчитал. Здесь, конечно, тоже фэнси вентиляторы с зазубринками, типа для того, чтобы она будет тише и так далее. А, ну да, еще здесь есть Zero RPM режим. То есть когда нагрузки на видеокарту нету, вентиляторы не вращаются. Вообще. Ну, как бы с такой системой охлаждения, я думаю, что было бы совсем нагло, если бы они вращались. Да, ну вот, собственно, этот продукт, да, он примечательен тем, что здесь есть... Про него нечего рассказывать. Перейдем плавно к тому, что всех реально волнует, да? К цене. Собственно, вот. Я могу даже вот так вот... Для тех, кто это плохо видит. Да, это стоило 180 тысяч ен. В других магазинах было 179 900, но я нашел в месте, где 179 800. После все остальное время мы будем говорить про эту цифру. И вообще, да? Во-первых, у меня просто есть много чего, что я хочу высказать. То, что, возможно, некоторые люди не понимают во всем этом, во всей этой свистопляске с ценами на видеокарты. Надо отметить то, что рекомендованная розничная цена, которую NVIDIA объявляет в своих анонсах, и вообще, вы себя знаете, декламирует, она исключительно на одну видеокарту. На видеокарту от NVIDIA, на Founders Edition. Ни на какие другие видеокарты, вообще, этот ценник отношения к другим видеокартам не имеет. NVIDIA не может говорить MSI, почем им продавать их видеокарту. Ни юридически, даже ни морально, них такого права нет. Они MSI продали процессоры графические, и все. Может быть, память еще. На этом NVIDIA заканчивает свою работу. И поэтому, когда поднимается Орево, типа, MSRP, вообще-то, говорю, это видеокарта такое, а почему они продают ее задорого? Ну, как бы, на это можно ответить только то, что это MSRP на Founders Edition. Это не Founders Edition, поэтому, что вы хотите? Это, во-первых. Во-вторых, я уже сказал, что это не разогнанная видеокарта. И вообще, видеокарта без всего. Что имеет большое значение здесь? Почему? И, опять же, да, почему я купил вот эту, а не другую? Я до этого долгое время отслеживал вообще цены на видеокарты, которые там были. Несколько раз уже, там, два, два форма раза, да. Я ездил в Акибу специально для того, чтобы посмотреть, какие цены на видеокарты. В принципе, цены более-менее стабилизировались. Более-менее так. То есть до того уровня, на котором я готов потратиться. И я когда ехал, я изначально ставил себе потолок где-то 160 за 30.80. Я думал, 30.80 куплю. Я сегодня пошел, посмотрел все магазины. И что я обнаружил? В мой бюджет ничего нету. То есть как, есть, но 30.80, все разогнанные, все Asus, все TUF, Aorus Gaming и так далее. То есть я сегодня, я на полном серьезе видел RTX 30.80 дороже, чем вот это. Да, они были разогнанные с RGB, с всеми свистелками и переделками, которые только возможно. А, да, и еще один момент. Вот этот вот неразогнанный, стоковый абсолютно 38 Ti, он практически единственный был за такую цену. Был еще Asus TUF Gaming, но я не хочу гейминг, я уже сказал, я купил. Нон-гейминг. Остальные видеокарты там начинались от 220-230 за разогнанные фэнси-версии 38 Ti. И, собственно, это то, опять же, к чему я подвожу. То есть одна и та же видеокарта может стоить по-разному. Видеокарта на одном и том же графическом процессоре. Окей, хорошо, будем говорить точно. Можно стоить по-разному, замещаясь от того, что производитель хочет, и вообще, насколько производитель хочет его продать. По это дело, что производитель хочет продавать больше дорогих карст, разогнанных, с заводским оверклокингом, с нелепыми системами охлаждения, с оверкил RGB, там были видеокарты с экранами еще. Там, короче, вообще все что угодно. С предпринимателями биосов и так далее. Я просто подумал сегодня, коль скоро я пришел потратиться на 3080. 3080 подешевой цене нету, по той, по которой я хочу купить. Потому что те, которые есть, ты не хочешь их покупать. Там прям совсем плохо. Производители типа, там, iChill, Colorful и так далее, там, местный курорт ОСИКО этот. Я подумал, что нет. Давайте я лучше доплачу чуть-чуть, потому что, ну, когда ты тратишь 160 тысяч, потратить 180, ну, я не знаю, разница уже не особо. Сколько это процентов-то? 12,5 процентов. В принципе, эта цифра ровно та же самая, насколько 3080 Ti быстрее, чем 3080. Ну, поэтому я говорю, я не увидел для себя разницы вообще в цене. То есть я, в принципе, видел, за что я плачу. Если разгона нету, то есть больше железа, если это имеет смысл какой-то. То есть здесь физически больше памяти, физически другой чип стоит. И с этим можно будет работать в будущем. А с чем в будущем можно будет работать на уже разогранных видеокартах, на которых физически расправлено 10 гигабайт памяти, а не 12, как здесь. Ну, я не знаю. В общем, я вот примерно так сегодня мыслил, когда все-таки решался на покупку вот этого добра. Да, я чуть-чуть, чуть-чуть я переплатил, но считаю, что я потратил деньги нормально. Особенно в связи с тем, что, ну, этого-то уже точно должно хватить надолго. А, еще, опять же, то есть вот за эту цену, причем, вот за эту цену, там также был Radeon RX 6900 XT. Ну, правда, не за такую цену, а за 194. И при этом вот эта штука опять же быстрее, чем этот Radeon. Выбор, во всяком случае, для меня был очевиден. Не знаю, может быть, для вас нет, но я для себя увидел логику в том, чтобы купить вот это вот. Потому что RGB мне не нужно. Заводской разгон, да, вот опять же, опять же. Здесь есть всего два разъема для питания. И разгона никакого нету. То есть эта карта, она и тише, когда работает, и холоднее должна быть идейно. Я на это надеюсь, во всяком случае. Да, немножечко, пару слов про SLI, которым я пользовался до этого. Я могу теперь говорить, как пользователь SLI, что это полная глупость вообще. Я такой ерунды с SLI, точнее, такой ерунды, как SLI вообще, я давно не помню. Собственно, самая квинтэссенция вообще SLI, это когда вдруг внезапно SLI отказался включаться на системе. То есть в один прекрасный день я загружаю компьютер, смотрю, а у меня SLI не работает. Не включил он. Иду в драйвер, нажимаю на кнопку включить SLI, и драйвер что-то там делает, шевелится, а потом в итоге ничего не происходит. Я мучился с этим не помню сколько. Неделю, по-моему, бился. Потом в итоге нагуглил на одном из НВИДовских форумов, в смысле на форуме, на одном распространстве на НВИДовском форуме, что... Причем это вскользь так проходило, что... Попробуйте включить, выключить UEFI загрузку и CSM включить. Я думаю, ну это же бред полный. Сделал. И оно заработало. Насколько вообще криво и косо нужно было это реализовывать, что в UEFI режиме загрузки с секьюри-бутом, со всеми делами, да? Хотя нет, я, по-моему, даже секьюри-бут не включал. У меня секьюри-бут был выключен, да. Просто в UEFI режиме загрузки. СЛИ не работает. Это же бред полный. В CSM включаешь, работает. Как такое вообще возможно на системе... Как можно использовать вообще CSM загрузку в 2021 году? В 2020-м, когда я эту проблему обнаружил. Глупость же. Сейчас хоть я уехаю обратно, загрузку включу нормально. Производительность тоже. Это такое недоразумение. Постоянно. Куча проблем. Что СЛИ нигде не поддерживается. Профиля нету. Насильно включаешь СЛИ, ничего не происходит. Или игра становится еще медленнее. FPS падает. Вообще капец. Гвоздем в крышку гроба стало то, что я пытался в Deus Mankind Divided играть. И Deus меня послал нафиг, говорит, типа, больше видеопамяти мне давай или настройки меняй. И как мне тут поможет СЛИ? Никак. Количество видеопамяти он не увеличит. Идея была в том, чтобы в Deus поиграть. Я же в Mankind Divided не играл. Просто сейчас хоть я поиграю в Mankind Divided с нормальными настройками. Да, значит, все как надо. Дорого мне Mankind Divided обходится. Ну, ничего. Это Deus его можно позволить. Так что я наговорил, да, я там еще сделаю тесты, как всегда, просто для того, чтобы что-то было, продемонстрировать, как изменилась производительность. Причем, да, надо быть понимаем, что в 3DMark, 3DMark еще оптимизирован под СЛИ. То есть там есть какой-то прирост производительности реально от того, что СЛИ используется. Я сделаю сравнение, ну, так, формально, чтобы было. В общем, пока на этом все. Сейчас я буду заниматься самыми приятными делами, ставить это. Ну, и вот, наконец, наш результат 3DMark весьма интересный, я должен сказать. Потому что, как и в случае с процессором, произошло то, что я прямо жаждал, чтобы произошло. А именно произошло увеличение производительности в разы буквально. Значит, это у нас, как можно видеть из информации системной, то, что получилось с двумя бедными GTX 380 в СЛИ, 8029, 8029 графический результат. Наконец-то на нашем 3080 у нас графический результат 18725. То есть более чем в два раза. Ну, и, соответственно, как следствие, общий результат в TimeSpy увеличился, ну, тоже более чем в два раза. Ну, и за счет графического процессора. Формально я рад до ушей и все такое прочее. Как бы это ожидаемо было. То есть ничего особенного нет. Хотя, если честно, я предполагал, что все-таки как-то больше должен быть результат. Потому что, ну, здесь сколько? Три поколения разницы фактически между этими карточками. Они одного и того же уровня, но после этого было уже много. На этом, наконец-то, выпуск 10 Текст Типс уже точно может стать законченным. И всем спасибо за просмотр, как всегда. И всего наилучшего.